Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях текущего дня, событиях, которые повлияли на активы в прошлом и могут еще сказаться на их динамике дальше. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Дождались мы четверга, день очень важный для всех финансовых рынков, заседаний ЕЦБ, ставки, пресс-конференция, риторика регулятора и безусловное влияние на динамику главного валютного риска евровалюты. Я предлагаю не затягивать сегодня, начать прям непосредственно с того, что мы наблюдаем в моменте. Европейская валюта против доллара котируется на отметке 1.1820, причем, друзья, еще вчера мы находились гораздо ниже, но ближе ко второй половине дня видели резкий прострел по главному валютному риску, там примерно на 50 пунктов вверх. И вы знаете, этот рост в моменте произошел, как сейчас уже связывается с появлением на площадках инсайдерской информации о том, что ряд представителей Европейского Центрального Банка, а в целом уже и Кристин Лагарта, скорее всего, собираются дать ультраоптимистичную оценку того, как экономика валютного блока справляется с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Ранее я вас предупреждал, что если мы, как трейдеры, как спекулянты, в итоге будем работать с такой риторикой, европейская валюта непременно вырастет, и вот, пожалуйста, как подарок для нас предварительная репетиция того, что может быть. Это только лишь комментарий, может быть, слух, возможно, даже неподтвержденная информация. Я вот пытался найти какие-то официальные источники, но не нашел. Но, очевидно, друзья, европейская валюта готова реагировать ростом на подобного рода фон. В целом, сегодня я не ожидаю пересмотра процентных ставок, наверное, как и все. Вероятность того, что их снизят, изменят, стремится к нулю. Поэтому мы сфокусируемся прежде всего на выступления руководителей ЕЦБ и на каких-то отдельных сопроводительных комментариях, которые будут даны к основному курсу денежно-корейдной политики. Прежде всего, можно провести параллель с Федрезервом, который ранее перешел к политике инфляционного таргетирования и признал, что меры экономического стимулирования непременно будут способствовать росту инфляции. ФРС дал нам понять, что не будет никак вмешиваться в контроль инфляционного показателя на данном этапе, даже тогда, когда инфляция превысит целевое значение в 2%. То есть ни о каком ужесточении монетарной политики в Штатах речи пока не идет. Но при этом ФРС не стал комментировать политику относительно дальнейших мер экономического стимулирования. Может быть, в этом также была причина слабости доллара. В рамках Еврозоны, в рамках Европейского Центрального Банка сегодня мы можем услышать готовность регулятора к дополнительному стимулированию экономики. И участники рынка в этом, скорее всего, высмотрят не причину для слабости национальной валюты, а готовность регулятора помогать экономике преодолевать негативные последствия пандемии. То есть, по идее, новые стимулы могут стать дополнительным источником роста европейской экономики, что благоприятно скажется на динамике главного валютного риска. Конечно же, ЕЦБ пересмотрит прогнозы по экономическому росту и инфляции. И в целом, друзья, кстати, если будут пересмотрены прогнозы по инфляции, например, ЕЦБ также намекнет на присутствующий риск того, что индекс потребительских цен начнет расти. Вот, пожалуйста, хорошая причина поставить на рост золота, потому что золото – это самый лучший инструмент, который позволяет работать и хеджироваться от всех инфляционных рисков. И еще на что я очень настраиваюсь, так это на комментарий от Кристин Лагард о том, что высокий обменный курс европейской валюты не вредит экономике. Раньше, после того, как мы протестировали, ну вот фактически буквально чуть больше недели назад, сопротивление 1,20 евро откатил, связывали эту коррекцию не только с техникой, но вот с позиции фундамента о том, что главный экономист Европейского Центрального Банка отметил, что высокий обменный курс представляет большую проблему для экспорта. Если сейчас произойдет рокировка вот в этой риторике, и Кристин Лагард все-таки отметит, что обменный курс – это не такая уж угроза для экспорта, по крайней мере, не в текущем проявлении курса, и европейская валюта по-прежнему не перекуплена, евро может отреагировать большим ростом. У нас есть опыт того, что на таких событиях, когда рынок расходится в ожиданиях, как минимум мы можем настраиваться на серьезную волатильность, то есть вряд ли мы увидим сразу какое-то направленное движение. Поскольку я смотрю все-таки вверх, но думаю, что прежде чем тенденция будет сформирована на рынке, европейскую валюту могут скорректировать вниз, и я всем рекомендую присматриваться к возможности покупки евро-доллар в диапазоне 1.1720-1.1750, то есть использовать для этого АТОшку Байхе Лимит. Лично я сегодня так и буду действовать, друзья. Фонд против доллара 1.2993. Здесь, конечно же, фонд может показать похожую с евродинамику, но в конце концов все-таки все упрутся в риск Брекзита. Вероятность жесткого Брекзита растет фактически с каждым часом после принятого законопроекта в Англии, отменяющего фактически и делающего несостоятельным тот предварительный документ, который ранее рассматривали как базу для новой торговой сделки. Очень гневные комментарии мы получаем взаимного характера ЕС в адрес Англии и Англии в адрес ЕС. И все сходятся во мнении, что, скорее всего, если страны не найдут компромисса в ближайшее время, то ближе даже к 15 октября уже будет очевидно, что Англию ждет жесткий процесс выхода из состава Европейского Союза. Золото 1944. На фоне, как я уже отметил, ожиданий того, что ЕСБ может признать наличие риска для роста индекса потребительских цен, золото сегодня на заседании ЕСБ может выиграть. Но помимо также ЕСБ поддержку золоту оказывает отношение США и Китая и тот же самый Брекзит, то есть как геополитическая конъюнтура и риски. Индекс доллара 93.15. Ждем заседания ФРС на следующей неделе и согласования новых мер фискальной поддержки. До этих пор доллар особо не интересен. Нефть 40.60, помимо тамбуфона, который раньше стал причиной распродаж, мы можем сейчас добавить еще и прогноз администрации энергетической информации, которые пересмотрели ожидания по росту спроса на нефть до конца этого года на 210 тысяч, то есть с понижением, разумеется. Сегодня 18.00 данные по запасам нефти. И надо, кстати, проверить, друзья, информацию. Вроде бы как по АПИ был зафиксирован рост запасов. Если сегодня мы также увидим статистику со знаком плюс, то вот еще одна причина ставить на снижение нефтянки. Dow Jones 28 тысяч откатили. Восстановились мы неплохо вчера. При сохранении текущей динамики перед президентскими выборами рост может быть продолжен. И по доллару канадцу после решения Банка Канады оставить в силе программу количественного смягчения на 20 миллиардов долларов в месяц и на фоне ожидания снижения цен на нефть актуальна цель 32.50, 1.32.50 и 1.33. Друзья, на этом все. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте, что сегодня волатильность будет значительной. Контролируйте риски и следите за загрузкой депозитов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok